Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – хронический гепатит С – это заболевание, которое подается лечению. У нас сегодня в студии Эльмухина Лариса Владимировна. Это замечательный доктор, заведующая циклом инфекционных болезней медицинского факультета Ульяновского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Добрый день, дорогие телезрители. Рады приветствовать вас у нас в гостях. Спасибо большое. Лариса Владимировна, скажите, пожалуйста, гепатит С – насколько распространено это заболевание и в Российской Федерации, и в Ульяновской области в частности, и кто находится в группе риска? Хронический гепатит С – это хроническое диффузное воспалительное заболевание печени, которое, к сожалению, протекает бессимптомно. И распространенность в последнее время уменьшилась в связи с введением в практику новых противовирусных препаратов, которые полностью позволяют освободиться организму от вируса, то есть полностью элиминировать данную инфекцию. И если в мире до внедрения таких препаратов было 170 миллионов больных, инфицированных вирусом гепатита С, то в настоящее время, по данным Всемирной организации, эта цифра составляет чуть больше 40 миллионов. То есть 2015 год – это стартовала противовирусная терапия с прямыми противовирусными препаратами с эффективностью более 95% даже, ну, скажем так, средние 95%. И вот эффективность, конечно, мы ощущаем. Что касается Российской Федерации в целом, это порядка 5 миллионов человек. Ульяновская область, по данным регистра, существует регистр больных хроническим гепатитом С, то состоит около 6 тысяч человек. Вы имеете в виду диспансерное наблюдение, да, находится? И диспансерное наблюдение, и регистр. То есть регистр Чуланова, куда пациент ставится на учет и наблюдается, и, в общем-то, ведется отбор на противовирусную терапию по данным вот этого самого регистра. Но это, получается, заболевание такое, оно идет по обращаемости или все-таки, вот, действительно, как вы говорите, диагностируется, да? Здесь вопрос достаточно сложный. Проводили мы свое исследование. По обращаемости всего 10% пациентов. Очень мало, конечно. Потому что хронический гепатит С – это заболевание бессимптомное. К сожалению. И только 10% обращаются с симптомами. С какими? Я говорю о хроническом гепатите С. Давайте сразу скажем, да, давай скажем. Вдруг у человека появляется тяжесть в правом подреберье, тошнота, немотивированная слабость, субфибрилитет. Обращается к терапевту. Терапевт назначает обычно простые скрининговые тесты, в том числе биохимический анализ крови, в котором увеличены печеночные пробы. Дальше скрининг расширяется, выявляются антитела к гепатиту С, и у человека в глазах знак вопроса. То есть откуда, почему. И большинство пациентов не верят в этот диагноз, потому что считают, что если бы был у меня гепатит, я бы обязательно знал. Потому что я был бы желтым. Желтым вы были бы, если бы у вас была острая форма гепатита. А вот хронический гепатит С в 80% случаев – это первично хроническое течение без симптома Е. И поэтому второй вариант выявления – это лабораторная диагностика. Большая категория лиц подвергается обследованию на гепатит С. Это есть в основном эпидемиологические показания. То есть скрининг, анти-HCV. Кого мы обследуем? Это женщины при постановке в женскую консультацию по беременности. Это люди перед плановыми операциями. Это перед плановой госпитализацией в онкоцентр. Это пациенты кожевендодиспансера и наркодиспансера в связи с общностью механизмов передачи гепатит С. Это доноры. Это, наоборот, рецепиенты крови и органов. Это пациенты, которые какие-то плановые оперативные вмешательства, их масса. Это медицинские работники и так далее. И вот при таком плановом скрининге вдруг выявляются впервые антитела. Дальше опять идет расширенное обследование пациента. И тогда диагноз уже подтверждается, устанавливается. Ставится клинический диагноз. То есть устанавливается степень активности, стадия процесса обязательно. И решается вопрос о противовирусной терапии. Дарья Сладимовна, тогда какие специалисты вообще наблюдают таких пациентов? И в чьей прерогативе вообще они находятся? Прерогатива принадлежит инфекционистам. Но кадровый дефицит. И, к большому сожалению, большинство поликлиник, как города, а области, в общем-то, нет специалистов-инфекционистов. К большому сожалению. Поэтому наблюдают терапевты. Врачи первичный звенок получаются. Да, и наблюдают гастроэнтерологи таких пациентов. Но есть у нас гипотологический центр. Это ЦГБ. На базе ЦГБ города Ульяновска. То есть там есть второе инфекционное отделение. В общем-то, если пациенту показана госпитализация при первичном выявлении, они редко выявляются уже на стадии цирроза. Даже декомпенсированного цирроза. То есть дебют, например, кровотечения из варикозно-расширенных венок пищевода. Начали дообследовать. А оказывается, уже далеко зашедший процесс. Ну вот. Поэтому вот эти врачи наблюдают. Лариса Владимировна, поэтому проводятся и циклы, и циклы повышения квалификации, и различные семинары проводятся. Я знаю, что и вы тоже их проводите и участвуете. То есть для врачей первичной звеной обязательно доносятся эта информация. Как протекает, куда нужно направить. Вовремя. Машутизация. Машутизация пациентов – это очень важно. Поэтому здесь у нас все четко отработано. Лариса Владимировна, вы уже заикнулись. Давайте тогда немножко так раскроем эту тему. Каковы механизмы и пути передачи инфекции? Ну, вообще, в общих словах. Единственным источником инфекции является человек. То есть заразиться можно только от человека? Только от человека к человеку. Содержатся и эпидемиологически опасные такие жидкости, как кровь, вагинальный секрет. Но в основном механизм передачи гемоконтактный. То есть через кровь? Через кровь. Основные факторы риска для передачи гепатита С – это полостные вмешательства, то есть большие такие оперативные вмешательства. Это препараты на основе крови. То есть это плазма свежезамороженная, эритроцитарная масса, тромбоцитарная масса. Это та когорта пациентов, у которых, скажу так, часто проводятся манипуляции с кровью. То есть это пациенты на гемодиализе, например, это пациенты онкогематологических отделений и так далее. Далее в группе риска – это лица, употребляющие психоактивные вещества внутривенно, наркомания. Это дети, рожденные от мам, которые страдают хроническим гепатитом С. Вот это вот такие основные механизмы передачи. Наверное, соответствующий вопрос, а можно ли заразиться в быту. И половой путь передачи. Да, у нас вот зрители спрашивают, там можно, например, человек попил из того же стакана или бокал, я там выпил, я могу заразиться или нет? Вот давайте разъем этот миф. Про бокал и про бытовой путь гепатит С не передается. Однозначно. Однозначно. Через общую посуду, через общие постельные принадлежности, полотенца. Полотенца, да. В маршрутном такси, если вы рядом сидите с таким пациентом, гепатит С так не передается. Гепатит С не передается кровососущими насекомыми, потому что некоторые, я знаю, что имеют такую фобию, боятся. Далее. Риск передачи половым путем составляет от 1 до 5%. То есть низкий довольно-таки. Низкий, да. То есть из 100 пар максимум у 5 происходит инфицирование при сопутствующих факторах риска, таких как воспалительные заболевания наружных половых органов, ну и некоторые другие, скажем так. В быту крайне низкий риск, который имеет разночтение в литературе, колющие, режущие предметы бытовые, такие как маникюрные принадлежности, бритвенные станки, общие мочалки. Но это все равно должен быть такой довольно длительный контакт, и крови должно быть все-таки достаточное количество. Да, абсолютно верно. Потому что одна литература указывает на то, что возможно, другие источники говорят, что нет. Но риск очень-очень низкий. Что касается передачи вертикальным путем, то есть от мамы к ребенку, возможно, передача как во время беременности, еще в утробе, если у мамы высокая вирусная нагрузка вируса, и во время родов, риск тоже низкий. От 1 до 5%. То есть из 100 женщин, имеющих гепатит С, максимум у 5 ребенок родится инфицированным. Все-таки 95 – это хорошая цифра детей, они здоровы. То есть женщина, которая имеет заболевание гепатит С, вполне может родить здоровый ребенок. То есть это ответ на поверхности. Да, конечно. Ясно. Лариса Владимировна, вот еще такой вопрос. Все-таки по диагностике. Какие сейчас основные методики диагностики? И насколько мы сейчас продвинулись в этом направлении? Что-то, может быть, новое есть? По диагностике, как для пациентов, для врачей, скрининговый метод – это анти-HCV. Все знают, это антитела, гепатитуция – это скрининг. То есть это говорит о том, что у человека либо есть инфекционный процесс, либо уже был. Либо уже был. Поэтому, если положительные антитела, нужно проводить подтверждающий тест. Это ПЦР-тест. ПЦР-тест в диагностике. Да, что такое ПЦР-тест, узнал весь мир, благодаря новой коронавирусной инфекции. Поэтому ПЦР-тест на наличие сначала вируса гепатита С в крови. И если РНК вируса гепатита С в крови обнаружено, при отсутствии клиники, то есть пациент не верит, потому что он здоров, при нормальном уровне печеночных проб, такое тоже бывает, но есть вирус, есть анти-HCV и есть РНК вируса в крови, то это хронический гепатит С. Далее требуется установить степень активности гепатита. Устанавливается по биохим... Это для последующего лечения, да? Да, для последующего лечения. Устанавливается по биохимическому анализу крови, и нужно определить стадию процесса. Стадия гепатита любого вирусного, невирусного определяется фиброзом. Фиброз – это степень замещения печени соединительной тканью. И фиброз имеет 4 ступени – F0, F1 и F4. F4 – это уже цирроз печени. Цирроз печени, он опять подразделяется, он бывает компенсированным и декомпенсированным. И декомпенсированный цирроз, его уже выявить легче. Даже там по УЗИ-диагностике, это расширение вен портальной системы, это наличие асцита, это увеличение печени и селезенки. Опытный уже гипотолог, гастроэнтеролог, в общем-то, здесь заподозрит и определит. А вот компенсированный цирроз, его выявить не всегда удается. Есть такая диагностика, как фибросканирование, то есть транзиентная эластометрия. Это специальный прибор, датчик, ультразвуковая диагностика, которая определяет жесткость печени по скорости возвращения ультразвукового сигнала. Ну и, в общем-то, в килопаскалях эта жесткость измеряется. И если 12,5 килопаскаль и больше, это уже F4 считается. Есть другие методы, есть эластография, тоже это ультразвуковая диагностика. В нашем городе это все присутствует. Есть диагностика, фибротест. Это определение прямых сывороточных маркеров фиброза в крови. Немного материально такой тест недоступный, скажем так, большинству населения. Но тоже в городе Ульяновске в коммерческих лабораториях обследоваться возможно. Уже декомпенсация цирроза, следующий этап, это появление варикозно-расширенных вен пищевода. Это признак портальной гипертензии. Здесь необходимо проведение фиброгастродуаденоскопии. Ну вот, в общем-то, если схематично, наверное, вот в таком ключе. Ну и тоже, наверное, закономерный вопрос, к чему приведет гепатит С. Это кроме цирроза... Ну, если, например, игнорировать лечение, предположим. И гепатоцеллюлярная карцинома. Поэтому все лица, кто имеет гепатит С в настоящее время, или даже те, кто лечился и уже имел опыт лечения прямыми противовирусными средствами, и имеет стадию фиброза F3, F4, необходимо скрининг гепатоцеллюлярной карциномы. Ну, мы уже сказали, что это заболевание в начале программы, мы тему так с вами назвали, что это заболевание, которое подается лечению. Значит, то есть уже в этом заложен какой-то положительный прогноз. Давайте расскажем, каково лечение, какие методы лечения. Может быть, какие-то есть программы тоже, лечение, реабилитация, соответственно. И насколько действительно, если своевременно все, и насколько, если человек привержен лечению, так называемой комплоентности присутствует, насколько все-таки эффективно это все? О лечении говорить можно много. И обращаюсь к пациентам, с чем сталкиваешься друг нашего пациента – это интернет. И пациент, открывая интернет, когда ему ставят диагноз гепатит С, пациент теряется. И первое, что он читает в интернете, пациент задает себе вопрос, откуда это у меня. Первое, что пишет интернет, почему-то употребление наркотиков. Все, пациент замкнулся, он почему-то боится, что его там обвинят в наркомании, и он просто годами, закрывшись в себе, он никуда не обращается. Уважаемые пациенты, если у вас когда-то определялись маркеры гепатита С, но вы по какой-то причине не обращались, обратитесь к специалисту, и я думаю, что дальше специалист уже направит вас, маршрутизирует. Второй миф – лечение интерферонами. Это уже ушедшее в прошлое, это наша история. То есть это иммуномодуляторы? Да, этим сейчас не лечат и в том числе и в России, и в Ульяновске в том числе. Про интерфероны, понятно, читают. Интерфероны имели нежелательные явления в виде аллопеции, выпадения волос, в виде температуры повышенной, постоянной, индуцирования аутоиммунных заболеваний. Пациенты общаются на форумах, и вот такие получают… То есть даже то, что даримало, может возникнуть у человека. Да, такие сведения. Не применяются в настоящее время интерфероны. Сейчас применяются прямые противовирусные средства. Это таблетированные препараты, которые практически не имеют нежелательных явлений. Нежелательные явления равны плацебо. Да, есть там 1%. Ну, в общем-то, головная боль, может быть, что-то с желудком какое-то. Это вы говорите о побочных эффектах. Но, поверьте мне, по сравнению с интерферонами, это вот капля в море. Если интерферонами раньше лечились минимум от 6 месяцев до 12 месяцев, а в некоторых случаях эти сроки даже увеличивались, то таблетированные препараты минимальный курс – это 8 недель. Это даже меньше 2 месяцев. Не 2 месяца, а ровно 8 недель. Большинство схем – это 12 недель, то есть это 3 месяца. Но и в каких-то случаях, клинических случаях, то есть от клинического диагноза зависит, сроки лечения прямыми противовирусными препаратами увеличиваются. Есть курсы 16 недель, есть курсы 24 недели. Это определяет врач-специалист. Такой вопрос, насколько доступно это лечение, да? И вот эти программы лечения, да, вообще, они же бесплатные, да, совершенно? То есть идет абсолютно приближенно к человеку, да? То есть только нужно обратиться, да? Давайте вот об этом скажем. Что касается программ и маршрутизации. В общем-то, первый момент и этап – такой пациент должен встать на учет в поликлинику. Это обязательно. Обязательно, по месту прикрепления. В государственную поликлинику, потому что программы государственные. Это логично даже, это просто для него даже смолы. Если нет врача-инфекциониста, то врач общей практики, я думаю, должен заниматься этой проблемой. Или участковый терапевт. Участковый терапевт. Момент номер два – такого пациента должны зарегистрировать в федеральный регистр. Да, и в каждой поликлинике, абсолютно в каждой Ульяновской области, как в городских поликлиниках, так и в районах сельских, такой регистр существует. Далее – обследование по стандарту для уточнения степени активности и стадии процесса. Ну, это потому что было назначение лечения. Да, о том, о чем я до этого говорила. И далее пациент подает документы на квоту, так называемую. Осуществляется сбор всех пациентов у нас в Ульяновской области централизованно. Это центральная городская больница города Ульяновска. Почему там? Потому что там находится наш гипотологический центр Ульяновской области. Это второе инфекционное отделение и поликлиника. Далее, после подачи документов, комиссия существует, которая пациентов распределяет по мере тяжести по трем центрам. То есть лечение проходит на базе центральной городской клинической больницы, дневной стационар, медицинский центр Академии по полису ОМС. То есть абсолютно для пациента это будет бесплатно. То есть пациент иногда пугается. И тяжелые пациенты, которые требуют стационарного лечения, это гастроэнтерологическое отделение Ульяновской областной клинической больницы. Получается, с учетом стационарного лечения, например, это тоже, да? То есть идет выписка стационара, да? Да, да. То есть тоже это идет как документ? Там в стационаре обследуют, но какие-то обследования, может быть, дополнительные придется. То есть можно и так, и в амбулаторном режиме? Можно в стационарном режиме. То есть в любом случае человек получает квоту, назначается лечение. Лариса Владимировна, вот возвращаясь к первой половине нашей программы, я все-таки хочу спросить по распространенности. Вот распространение заболевания гепатита С. Ну, вы сказали статистику, немножко привели в пример. Сколько в Ульяновской области, сколько в Российской Федерации, в целом и в мире даже. А вот распространение гепатита С, насколько оно все-таки быстро происходит, что препятствует распространению хронической гепатиты С? Хотя, конечно, уже мы перечисляли путепередачи и механизмы, и уже исходя из этого, уже понятно, какой будет ответ. И все-таки, есть ли какие-то юридические аспекты, которые тоже нам помогают сдерживать эту инфекцию? Ну, распространение зависит, наверное, от распространенности в популяции все-таки. И вот сейчас, в настоящее время, в мире существует, работает стратегия по элиминации гепатита С совсем. Что это принципиально курабельное заболевание. И Россия, в принципе, тоже в эту стратегию включена. И статистику я привела, почему гепатит С поставлена такая цель, потому что это принципиально излечимое заболевание. И во всем мире, и здесь у нас, речь идет о доступности препаратов, противовирусных препаратов. Чем меньше будет распространенность в популяции, чем меньше будет источников, тем меньше будет риск инфицирования восприимчивого организма. Как в микропопуляции, так и в макропопуляции в целом. И когда мы говорим о хронических вирусных гепатитах, их два, это В и С. Как нам регулировать вот эту распространенность? Гепатит В регулируется в настоящее время вакцинацией. И уже в родильном доме ребенок в первый же день вакцинируется против гепатита В. И, в общем-то, острые гепатиты В, мы их сейчас не видим. Не видим, да. Вакцинация, она свое дело делает. А как регулировать распространенность гепатита С, это элиминация с помощью противовирусных препаратов. Что должен делать человек, который болеет гепатитом С, например, чтобы не заразить других? Как он себя должен вести? Должен ли он какой-то, я не знаю, давать какой-то, да, ну, юридически, я имею в виду, возвращаясь к юридическим аспектам, все-таки он должен предупреждать или говорить об этом? Или здесь все-таки это идет какой-то такой, кофициальной информации? Ну, в общем-то, в быту это простые правила. Ну, в общем-то, наверное, вот даже европейские сообщества не рекомендуют. Но если вот есть какая-то там боязнь, фобия, личный там комплект, я не знаю, посуды, ну, это лишнее даже. Это сейчас, кто меня профессионалы смотрит, они, ну, просто рассмеются. Колющие, режущие предметы должны быть личные. Бритвы, бритвенные принадлежности, маникюрные принадлежности в быту. Ну, и барьерный метод контрацепции. Ну, самое главное, что мы вот развеяли миф о том, что, значит, бытовым путем точно не передается. Боязнь какой быть не должно абсолютно. Человек живет обычной жизнью, он трудоспособен, он имеет семью, да, имеет здоровых детей. То есть, абсолютно человек никакой там не изгой, абсолютно никаких там этих, да. Поэтому вот это самое главное, что бы я хотел, чтобы зрители услышали. И вторая часть, то, что абсолютно лечится, да, 100% практически. Мы даже будем, не будем уже говорить 99-95, 100%, потому что, ну, в принципе, на самом деле, вы четко сказали. И что еще я услышал, что четко идет маршрутизация. То есть, пациенту просто нужно обратиться по месту жительства, да. И встать на учет. Да, опять же, та же диспансеризация и профилактические медицинские осмотры тоже, да, в какой степени тоже могут решить эту проблему. Ну, к сожалению... Там не входят, конечно. Да, профосмотры туда не везде, не всегда входят. Вот над этой проблемой, наверное, нужно... Ну, вот есть над чем подумать, да. Есть над чем подумать. Ну, потому что, в общем-то, и вот тот вопрос о распространенности, и инфекция, она часто очень связана с эпидемиологией, как раз распространением. Это раннее выявление. Конечно. А для того, чтобы вот нам говорить о макроэлиминации, то есть, чтобы вообще ликвидировать гепатит С в России, мы должны четко знать количество пациентов. А это максимальный охват исследованиями. Выявляя факторы риска, да, можно уже, врача может насторожить какие-то явления, и он уже может действительно дальше уже, да, и развернуть уже обследование, и действительно выявить уже какие-то такие проблемы, да? Ну, насколько я знаю, диспансеризация, расширенная диспансеризация, на анти-HCV всех не обследовали. Ну, нет, но я имею в виду, что, например, выявили факторы риска, как вы говорите, да, были ли операции? Переливание, переливание. Переливание крови, он был донором или рецепиентом, опять же, да? Ага, врача может это насторожить, и он может даже, как бы, отдельным приемом назначить ему. Никто об этом не скажет, что там это неправомерность, он все это опишет, да, и скажет, что вот у меня такие-то, да, что он были в анамнезооперации, были там такие-то, такие-то явления. Да, это только приветствуется. Если еще есть повышенный АЛТ, который вот на диспансеризации выявлено, и я призываю всех врачей, которые увидели повышение АЛТ, обследуйте пациента на маркеры вирусных гепатитов В и С. И потом есть же второй этап диспансеризации, где уже действительно четко устанавливаются диагнозы и все прочее. То есть это очень важно. Вот, в таком ключе. Да, очень хорошо. Спасибо большое, Лариса Владимировна, такой хороший продуктивный разговор у нас получился сегодня. Ну что ж, я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин